ладно давайте тогда расскажу то что было задумано и так если название какое-то красивое придумывать да то смотрите задумка была такая рассказать о языке си да о том что он еще актуален что он еще полезен нужен да потому что ну смотрите сами 70-е годы появился язык си согласитесь сколько прошло времени это уже хочу уже 50 лет скоро уже полвека язык си а до 100 до сегодняшнего дня ну скажем так наверное где-то кто-то его еще использует и вать вопрос вот у нас еще вебинаре подключился максим вопрос конечно будет всегда такой а действительно ли он сегодня используется и не просто ли это какая там я не знаю рекламный трюк да и помогут смотрите какой язык давайте посмотрим вот обратите внимание я тут искать небольшой сайтик взял какое-то исследование было проведено на stack overflow можно здесь посмотреть значит что они говорят вот у нас ну это ладно чем занимаются программисты а вот самые популярные языки программирования отлично отлично что мы видим вот если эту группу в это веб не ну-ка как кто сегодня не разрабатывал веб-сайты да это же направление сегодня все в виде приложений клиент серверных причем еще появились мобильные устройства планшеты конечно все занимаются отдельной строкой конечно же идут языки которые позволяют писать запросы базам данных а как еще работать с базами а вот начиная дальше объектно ориентированные языки разные языки скриптовый сценарий и вот он здесь и да не так далеко и находится получается он где-то продолжает использоваться активно используется почему я взял именно этот сайт здесь отдельно приведено c++ и си что было понятно не просто да там типа сиси плюс плюс кто не различает их вместе пишет нет отдельно почти будем считать да почти четверть четверть говорит о том что да это крайне может быть интересный полезно более того если даже здесь есть какие-то по оплате то язык си находится съемки здесь есть оплата оплата это у нас оплата в мире нет вот штатах например пожалуйста даже среди достаточно высокооплачиваемых и я думаю здесь это знаете с чем связано а то что это уже сейчас достаточно может быть и хорошие высококлассные специалисты редки у меня была история когда мой слушатель мне говорил а нет у вас хорошего программиста на си не можем найти да уже начинает забываться начинает забываться так вот вопрос тогда если продолжать эту тему а почему же си до сегодняшнего дня используется а на самом деле наверное моментов два первое авторы или сообщество который сейчас занимается продолжает заниматься этим языком они его развивают вот если бы он остановился на том уровне который был в прошлом веке то наверное бы уже сегодня некоторые вещи которые мы хотели бы запрограммировать носи был сделать крайне неудобно и или еще к чего-то не хватало развивается язык медленно да медленно но развивается какие-то вот элементы из того что сейчас появился зачем это появилось мы как раз сегодня спокойненько и посмотрим ну и конечно еще у языка си есть прекрасного восприменения которые вряд ли из тех вот языков которые показывал кто-то может легко эту нишу занять а написание библиотек если мы возьмем любой современный направлении язык и так далее а библиотеки на чем мы будем писать для этого языка сегодня очень популярно то что называется скриптовые до языки тот же python вот я в этой аудитории сегодня еще читал язык r программирование статистический анализ скриптовые языки от что значит медленные а если нужно посчитать математику а статистика нужно посчитать математику то библиотеки пишутся на языках компилируемых и тех которые эффективный код генерирует на выход а это фортраны си и даже еще на фортране сегодня пишут много пишут потому что лучше инструмента для математики производительности нет а си он идет лучше как универсальный эффективный универсальный язык поэтому да у него ниши есть если открыть другие рейтинги он там в некоторых рейтингах вообще находится на пятерке это вполне нормально и так что мы посмотрим сегодня здесь вот я открыл простенькую среду который можно от компилирует программку там две-три строчки код посмотреть dfc плюс плюс если вы какой-то средой пользуетесь тот это наверное тоже знает встречали бесплатно бесплатно свободно качается на windows легко абсолютно старая старинная простая весит копейки работает как часы и так один из очень тонких моментов любого языка это те типы данных которые есть является частью языка которыми можем пользоваться потому что естественно зачем мы берем язык программе обработка информации работа с данными так далее а данные это должны быть уже какие-то заранее элементы как часть языка как составная часть языка уже входить и если эти типы данных уже для нас созданы для них есть и поддержка операции какие-то библиотеки написано которые позволяют делать элементарные вычисления чтобы я не повторялся не писал каждый строчку код своими руками и так далее и вот эта система типа она может быть ну скажем так она может ускорить просто-напросто вот смотрите давайте посмотрим чего нас чего с каких и типов данных начинался язык си естественно одним из важных и очень удобных типов данных является целочисленные перемены мы могли писать и использовать перемены которые имеют тип long я буду использовать именно он он занимает памяти 4 байта да вот такой такая переменная такой объект и позволяет хранить данные в диапазоне плюс минус 2 миллиарда то есть если мы сейчас возьмем переменную какую-то ну давайте просто буковка l одной буковкой л обозначать вообще нехорошо давайте я буду писать так нам l чтобы было присвоить из перемены некое значение и допустим как каких задачах можно использовать целочисленные перемены ну понятно штучный какой-то товар считаем количество на складе если это какая-то математика это могут быть индексы для массивов с которыми мы работаем да где угодно целые числа они имеют очень важную особенность это точно и хранение информации в памяти компьютера абсолютно точно написано 158 значит там в памяти 158 и арифметика которая будет у нас здесь на базе целых чисел она будет точная это важно поэтому из этих чисел никуда не деться и ими будем пользоваться в некоторых конструкциях языков только можно использовать целые числа когда надо например считать те же самые элементы массив после что отлично прекрасно все лонг супер все работает все замечательно да нет ничего замечательно есть проблем диапазон значение проблемы всегда он же ограничен всего 4 байта это плюс-минус 2 миллиарда и года может быть 70-е годы авторы задумывали язык они что сказали там для себя да когда обсуждали эту тему плюс-минус 2 миллиарда куда больше почти население земного шара у вас могут быть числа целые которые вам нужно точно хранить больше чем плюс-минус 2 миллиарда и вопрос зачем где тебе это нужно а прошло всего то наверное там далее 20 может чуть больше и оказалось у меня сегодня на жестком диске может быть файл какого размера до любого 50 гигабайт 20 гигабайт да сколько угодно гигабайтах уже все это видео аудиозапись и так далее а что такое 20 гигабайт с точки зрения диапазона значений мы однозначно выходим за рамки лонг который плюс-минус 2 миллиарда это значит у меня есть файл на жестком диске размер которого я хочу хранить с точностью до последнего байта а не хватает не хватает вы скажете есть другие нам типа данных например числа с плавающей точкой даба простите они для этой задачи не подходит это совсем иная логика и во-первых для числа с плавающей точкой не действует правило точное хранение памяти компьютера числа с плавающей точкой хранятся в памяти приближенной вы никогда не сможете гарантировать мне что вот этот размер файла у вас корректная величина я начну читать писать что-то с ним делать и там два байта плюс-минус будет ошибка который может привести к непоправимым каким-то последствия если это допустим какой-нибудь сервер технологический процесс и так далее поэтому этого типа данных было уже мало и в одной из версий языков более современной версии языка си они сказали давайте мы сделаем еще удвоенную точно на самом деле слова ключевой лонг это не совсем тип данных это некий модификатор который говорит я хочу целое число двойной точности надо писать правильно так там допустим до лонг им я беру двойной точности но это немножко устарело поэтому сегодня так не пишет а просто пишем лонг им можно опускать компилятор нас прекрасно бывает но зато сегодня можно писать лонг лонг напишу нам 2l поставлю и тоже присвоединиться сейчас него отлично вот пожалуйста находясь в рамках одного и того же набора ключевых слов модификаторов не изменяя да не добавляя ничего они используя ну двойное такое обозначение создали для нас новый тип данных и что такое лонг лонг 8 байт давайте покажу что это 8 байт для этого можем взять у нас есть из киси замечательные функции которые позволяют узнать сколько объект занимать место в память без этой функции во многих ситуациях связаны с динамическим выделением памяти там еще полно ситуации мы бы не смогли вообще ничего сделать носить а здесь здесь пожалуйста я сейчас распечатаю чему равен сайс и в качестве значения на семинар до спорили тогда назовете что вас отметил отлично все присоединяйтесь присоединяйтесь евгений александрович вижу вас так соответственно что у нас с вами выходит я хочу распечатать посмотреть размер этого объекта нам l l для этого функция сайс of который позволит мне это легко сделать нам l l естественно точку запятой поставим в конце итак смотрим видите сайз равно 8 это и есть тот самый тип данных новый тип данных стандарт из старом стандарт языка сил он клонг отсутствовал и что мы получаем 8 байтные целы если мы не поленимся а просто почему я это делаю я не помню я не могу это запомнить мне не получать я не хочу это запоминать на самом деле понятно что если в этом была задачей я бы это запомнил но в этом нет никакой нужды есть специальный заголовочный файл в библиотеках языка сик который показывает какой диапазон значений можно хранить с помощью типов данных например вот оно минимальное максимальное значение для четырех байтной целой перемены плюс-минус 2 миллиард ну там с копейками а вот сколько можно хранить какого размера можно хранить число 8-байтные целые перемены вы только посчитаете сколько здесь я по раз значение да но хотя бы визуально даже видно что практически в два раза больше то здесь не 20 миллиардов здесь я даже не знаю как это число называется Здесь может просто 19 знаков, по-моему, в этом числе. И это на сколько хватит вопрос, да? Если у нас лонг продержался с 70-го где-то до 90-х годов, лонг-лонг, он уже сегодня используется 8-байтные целые достаточно активно лет последние 15, я думаю, еще лет 15, и придется опять думать, да? Может быть еще в 2 раза пора будет увеличить, но это не проблема. Конечно, 3 раза писать лонг-лонг-лонг будет выглядеть немножко бледно, но может ребята придумают как-то более легально. Выкрутиться, да? Но это важно, потому что, а как же с работой? Например, с теми же самыми, да, как я говорил уже, файлами на жестком диске. Вот, пожалуйста. Где это может нам пригодиться, если мы, допустим, не работаем с большими файлами? Ну, например, задача вычисления факториала. Я хочу ее решить в лонг. Если вычислять факториал с помощью лонг, я смогу вычислить, по-моему, где-то только, к примеру, до 11. А если лонг-лонг брать, то уже до 20 точно. Нет, дальше извините, там такой, так резко увеличивается. И та же самая история, та же самая история, абсолютно такая же история, была повторена и для числа с плавающей точки. Для числа с плавающей точки изначально язык предлагал тип данных float, мой самый нелюбимый. Напишу f просто переменную. Ну, пусть я их все буду инициализировать единицами. Естественно, то тут же в комплект входило число double. Это, ну, как название дали, так оно и должно читаться. Двойная точность. Двойная точность. Это важно. Потому что double. Если хотим взвесить, можно посмотреть. Здесь мне достаточно написать только d и посмотреть, что мне вернет сайзов. Тоже восьмерку должен вернуть. Почему? 8 байтов занимает в оперативной памяти этот тип данных. Это обеспечивает вполне приличную степень, порядка 300. Число там может быть на 10 в 308 степени. И что важно, где-то порядка 12-14 знаков после запятой. А это уже точность вычисления вполне соответствует задачам, которые решал си. Но опять же, время идет, задачи меняются. Точность, допустим, есть такое сегодня направление, точные финансовые расчеты. Мало 12 знаков после запятой. Мало. Нет, конечно, можно перейти на арифметику из целых чисел. Это будет абсолютно точно. Отдельно рубли считать, отдельно копейки. Такой стиль и вариант есть. Но авторы сказали, а что нам это самое? Давайте мы и все, как и в некоторых современных языках, придумаем, увеличим, сделаем еще. Обычно все кратно двум. Мы хотим еще в два раза больше сделать точность, которая хранится в дабл. Как это визуально, как это, не добавляя ключевых слов, сделать? Но писать два раза дабл, конечно, выглядит нелепо. Поэтому они вот так придумали. Лонг обозначает с точки зрения языка оси двойную точность. Мы говорим двойная, лонг. Давай еще больше. Лонг дабл. Ну, напишу LD, да, лонг дабл. Вот эта величина уже совершенно запредельная с точки зрения всех стандартов, какие только есть. Давайте, во-первых, убедимся, что я вас не обманываю и что она стала, правда, побольше. Что-то у нас как-то медленно запускается. Но вы видите 16, да, то есть вот оно, сайз равно 16. Это как раз и есть то, что мы хотели увидеть. Да, работает все правильно, как и было обещано. Еще два раза увеличен размер памяти. А значит, я вот не помню, в лимитсе там этот есть лонг дабл или нет. Давайте попробуем. Попробуем посмотреть. Так, что-то у меня, ага, лимитс. Лонг, лонг. Нет, здесь не должно быть этого. Там количество знаков после запятой и степень. Но, по-моему, примерно так. Количество знаков после запятой, оно должно было увеличиться примерно в два раза. Должно было увеличиться. И, соответственно, у нас что еще есть? У нас степень. 300 было. Выросла степень? Не помню. Но прилично выросла. Конечно, числа какие-то другие запредельные по количеству знаков и степени с помощью лонг дабл все равно не опишешь. Но они тогда просто переходят в понятие бесконечности. Все. Так что здесь это не является какой-то большой проблемой. Мы не можем выйти за диапазон дабл. Просто будет значение бесконечности и все. Но я думаю, что лонг дабл хватит достаточно надолго. Таких задач, которые требуют настолько большой точности и степени, наверное, не так много. А вот точные целые числа, большой диапазон, он будет постоянно расти. Постоянно. И я думаю, буквально 10 лет, и мы уже увидим еще следующий уже прирост. Вот вроде бы мелочь, да, а приятно. Новые, увеличенные для известных типов данных варианты по разрядности, по объему памяти. А значит, C можно также продолжать использовать в задачах современных и других языках. Никак он не может никаким образом оказаться в группе отстающей. Всегда хочется какие-то еще дополнительные типы данных сделать, создать, чтобы мы могли проще писать некоторые программы. Ну вот давайте подумаем, чего не хватает принципиально с точки зрения типов, которые мы здесь видим. Вот какой тип данных мы бы могли сказать, ой, дайте нам его, было бы так приятно писать программу. Ну, конечно, в C у нас есть такая беда, нет готового типа данных для работы со строками. В качестве строк в C выступает массив символов. И, наверное, авторы, которые продолжают поддерживать это направление, усовершенствуют стандарт языка C, они считают для себя примерно так. Хочешь работать со строкой, возьми какой-нибудь современный объектно-ориентированный язык, там все есть, там все библиотеки написаны. Поэтому зачем дублировать, да, дублировать и писать еще одну библиотеку, повторяться. Поэтому это не нужно. Для C, конечно, может работать со строками, есть библиотеки, есть Unicode поддержка и так далее. Но тех чудес, которые можно достигнуть в объектно-ориентированном программировании, здесь нет. Да и не нужно. А вот вычисление, вычисление, математика, то это комплексные числа. Ну а как же? Достаточно серьезно используется математическим аппаратом вот эти вот, да, комплексные числа. И тогда возникает вопрос, хорошо, а я как буду использовать работы с комплексными числами? Что, я должен это сам каким-то образом реализовать? Нет, я понимаю прекрасно, что языки программирования все, те, которые я знаю, начиная с Фортрана, они позволяют создавать свои новые пользовательские типы. Я могу расширять возможности языка, но согласитесь, это будет большая разница. Я сделаю новый тип данных, и в библиотеке он появится. Поэтому, если я напишу его, придумаю, я должен поддержкой заниматься. И он будет только у меня. Если я этот код напишу, кому-то передам, я должен библиотеку свою отдавать. То есть, я все время, а если я изменю в эту библиотеку что-то и какие-то найду ошибки, а у его людей будут уже версии, это не просто актуальность поддерживать этого решения, а что, если это на уровне языка будет сделано, то и библиотека будет сделана, и новые версии будут сразу тиражироваться с какими-то обновлениями постоянно. И они это сделали, и они это реализовали. Поэтому у нас на сегодняшний день есть как бы два набора типов. Один, который в сам язык встроен, а другой, который создан на уровне библиотеки. Это тоже интересно. Как мы их подключаем? Ну, все библиотеки подключаем одинаково. Пишем слово include и вперед. А библиотеки стараются, естественно, авторы называть. Ну, вы понимаете, если комплексные числа, значит, назови комплекс, зачем людей, так сказать, вводить в заблуждение. Все, вот и все, пожалуйста, подключен. Все, я могу теперь работать с комплексными числами. И это действительно тоже одна из таких достаточно интересных возможностей. Мы сейчас создадим комплексное число, инцелизируем его чем-нибудь. Ну, конечно, какие-то операции с комплексными числами мы не будем этим заниматься. Но, 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 я хотя бы покажу, что они есть. Итак, как сделать комплексное число? Какое бы было слово удобно использовать для этого? Наверное, комплекс, сказали авторы. Все, пишем, комплекс. Но этого мало. Если сейчас я объявлю комплексное число, напишу C1 на слово комплекс. Да, поставлю точку запятой. Пока давайте инициализацию пропустим. И нажму F11, который занимается компиляцией. Видите, она даже откомпилируется с программой. То есть, на самом деле, она, скорее всего, имеет какие-то варианты. И она это распознала за счет вот этого библиотеки подключенной. Как, что это такое? Но мне кажется, более корректно не использовать варианты, которые по умолчанию. А писать явно, что было видно, что это комплексное число. А состоит, оно же ведь действительно мнимая часть. И каждая из этих частей не просто, да, а оно является дабл или флоу или лонг дабл. Поэтому у вас, возможно, три варианта написания для комплексных чисел. Ну, наверное, самое, давайте будем использовать вариант распространенный. Флоу, я даже, видите, не комментировал. Это тип данных мне не нравится. Никогда не нравился. Мало слишком знаков после запятой. В моей математике я занимался расчетами. Это очень, очень, с точки зрения накопления погрешности опасно. А вот дабл прекрасно, прекрасно себя показывает. Раньше, тем более, лонг дабл и не было. Вот оно, пожалуйста, комплексное число. И теперь я точно знаю, что там и действительная часть, и мнимая часть. Это 8 байт. Если сейчас не полениться и взвесить вот этот вот C1 объект, то что мы увидим? F11, смотрим. Она должна 16, она говорит, да, 16, правильно, 8 и 8. Хорошо. И для того, чтобы, опять же, увидеть, что здесь все работает корректно, я добавлю слово лонг. Потом его, конечно, уберу, но просто, чтобы было видно. 32. Да, обе части комплексного числа и действительная, и мнимая часть. Они по 16 байтов, как я попросил. То есть все корректно работает. И у вас может быть 3 варианта для комплексных чисел. Ну, давайте остановимся на среднем варианте, наверное, самом популярном. Вы скажете, ну и чему оно равно? Сейчас ничему. Так у нас в языке C заведено. Не написал чему при создании объекта, как его инициализировал. Значит плохо, значит ничему. Есть очень удобная новая инициализация, опять же, да, вот в этом новом стандарте языка C. Когда мы берем какой-то сложный объект и хотим его инициализировать, мы ставим нолик, вот в фигурной скобочках. И вот это мне гарантирует, что весь объект будет инициализирован нулями. В данном случае и действительная часть, и мнимая часть нули. Наверное, не самый вариант полезный с точки зрения каких-то расчетов. Но зато компактный и удобный, когда я делаю просто какую-то запись. Интересно было бы, конечно, распечатать. Давайте мы сделаем второе комплексное число. Я поставлю запятую. C2. Да ладно, что там второе, третье сделаю. Давайте мы сейчас одно из них, C2 и C3, чем-нибудь инициализируем, заодно посмотрим как. Инициализация здесь делается следующим образом. Ну, понятно, что для действительной части я могу просто написать там 1. И можно на этом остановиться. У меня будет действительная часть 1, а мнимая часть будет 0. Ну, это не совсем то, что я хотел показать. Я ставлю 2 и заглавную буковку I. Заглавную буковку I, вот эта библиотека, которую я написала, она и будет воспринимать как мнимую единицу. Это есть мнимая часть. А здесь, за чем угодно можно написать. 3 минус 4I. Все. Вот оно, второе комплексное число. Я могу написать арифметическую операцию. Я могу написать умножение комплексных чисел. Если мы сделаем вот так, перемножим и напишем, что у нас вот это вот C1, это есть произведение C2 на C3. И не поленимся, потом посмотрим в справочнике, по какой формуле происходит умножение для комплексных чисел. И сейчас распечатаем и посмотрим у C1, чему равна и действительно мнимая часть. То мы убедимся, что да, работает. Видите, это операция умножения. Операция сложения. Это часть языка. C, компилятор. Это все поддерживает. Значит, мне не нужно писать какие-то свои дополнительные функции, для того, чтобы подобные действия реализовать. Итак, ну осталось только распечатать. Печать происходит все с помощью той же старинной функции printf. Как это ни парадоксально. Однако, никаких новых форматов printf, которые бы там типа говорили, о, это комплексное число, естественно, нет. Никто переписывать эту функцию 50-летней почти давности не будет из-за того, что появляется новый тип данных. А что у нас есть? А мы можем распечатать просто отдельно. Мы можем распечатать отдельно действительную часть. Здесь можно написать... Что здесь написать? Я не знаю, что здесь пока написать. Пробельчик, пробельчик. Между числами как-то пробельчик не очень. Давай, ну пока поставлю. Процент G. Наверное, мнимую единицу поставлю. Пусть будет A с точкой. Маленькая. Переход на новую строку. А само число печатается. Мы должны из числа C1 отдельно с помощью специальной библиотечной функции извлечь действительную часть. И потом точно так же мнимую. Serial извлекает действительную. C-image. Все извлекли. Смотрим. Пишет 11, 2, I. Вы скажете, а знак между ними какой? Надо попросить писать знак. По-моему, здесь можно сделать следующим образом. Вот если поставить здесь между ними... Поставить между ними процент минус G. Или я путаю что-то. Сейчас уже, может быть, вру. Минус не помог. Строк плюс... Что-то вот... Ага, плюс появился. Видите, да? Появился плюс. И сейчас я пробел сотру. И надо подобрать какой-то такой вариант. А вот давайте возьмем C3. То, что она перемножает, я вижу. А вот я сейчас возьму C3. Мы хочу убедиться, что она напишет 3 минус 4I. То есть мы можем... Вот, пожалуйста, 3 минус 4I. Видно, да? Вот эта строчка. Вот этот формат, который я использовал. Процент плюс. Он говорит. Знак всегда печатай. И все. Плюс будет плюс. Я, пожалуйста, поменяю на плюс. Вариант этот такой позволит нам всегда видеть. Вот она с плюсом распечатана. Все корректно. Так что формата готового нету. Но вы можете подобрать. Можете его сделать. Какие еще функции хотелось бы с комплексными числами? Да все. Возьмите тригонометры. Она же вся позволяет считать и обычные, и числа действительные. И тот же синус и косинус. Мы можем вычтить для числа с комплексными числами. Естественно. Давайте попробуем. Это все оставим. Ну, я не буду. А нет, почему? Буду. У меня вон числа есть. Я могу сверху спокойно совершенно менять значение. У меня просто какие-то числа единицы. Дело в том, что синус и косинус, они получают угол в радианах. То есть я буду вычислять синус от одного радиана. Да ради бога. А комплексные числа, ну вот, которые у меня есть, там, 0, был C1, потом я, правда, его изменил. У меня есть число, которое C2, C3, их можно тоже использовать для вычисления. Итак. Принтеп. Опять принтеп. Все один и тот же принтеп. Давайте попробуем распечатать синус для чего? Синус для, ну, пара чисел в начале обычных, с плавающей точки. Например, вы хотите распечатать синус, а число у вас дабл, значит, вам надо использовать какой синус? Вы скажете, ну, наверное, синус один? Нет. Неправильно. Синусов много. Дело в том, что математика, которая реализована в функции вычисления синуса, она должна быть реализована, допустим, у вас входной параметр дабл, она должна быть реализована для дабл и должна возвращать вам результат, как число, которое имеет тип дабл. Поэтому я буду печатать по формату процент G результат, буду ставить всегда слэшен, чтобы каждая строчка ниже, вот hello у меня вообще будет последней строчкой, я этот hello заменю на слэшен, чтобы мне не мешал. А здесь будет синус, просто син, это число, это вычисление синуса для варианта дабл. Ну, допустим, D, смотрите, вот, пожалуйста, синус одного радиана, 84,14. И точно так же, если вы хотите посчитать подобные же синусы, то смотрите, что надо делать. Надо, надо писать другие вызовы. Например, если мне нужен синус для числа с плавающей точкой, но меньше знаков после запятой, синус F, и это будет для float. Здесь я меняю на F. А если у меня синус для лонг-дабл, то надо писать син L. Это синус для LD, лонг-дабл. Я очень надеюсь, что мы сейчас получим во всех трех вариантах одинаковый результат, но это не факт. Видите? Третий вариант не получился. Кстати, это хорошо, что третий вариант не получился, потому что это именно показатель, тот, который нам был нужен. Где мы видим, что синус, который мы с вами вызывали, син L, он действительно возвращает результат, как лонг-дабл. А функция printf не умеет печатать лонг-дабл. Поэтому ее придется заменить на другой вариант. Это особенность современной реализации. Может быть, со временем они эту функцию перепишут, допишут, доделают. Это уже, будем считать, работа авторов платформы. Вот такая некая заглушка. Библиотека. MinGV. Подчеркивание масса. И вот вариант еще здесь, буковка L за главный, должна быть в формате. Но это все украшения, которые, главное, приводят к тому, что мы хотели. Да, опять то же самое значение мы теперь видим, получилось. Но это все всего лишь навсего синусы для чисел в плавающей точке. А есть еще комплексные числа. Давайте попробуем. Опять я хочу взять число. У нас комплексное одно, лонг, в смысле, дабл комплекс. Поэтому давайте для него попробуем распечатать. Итак, как он должен называться синус, который распечатывает мне синус комплексного числа, например, C2? Есть идея, как попытаться сформировать. А на самом деле имена формируются по той же самой системе, что сверху. Для дабл синус, для флоу это синус F, а если это лонг, то син L. Но, так как это комплексные числа, то в начале имени добавляется буковка C, то бишь комплексный входной и выходной аргумент. Вот так это должно быть. Что получается, да? Вот оно синус для комплексных чисел, который дабл комплекс. Давайте попробуем запустить программу. Ой, какой смешной вариант. Опять у нас какая-то пишется здесь ересь. Давайте мы посмотрим, что возвращает этот синус. Так. Я не туда смотрю. Подсказка, подсказка. Вот она, подсказка. Function. Она возвращает дабл комплекс для этого синуса. Вот в чем дело. Мы его пытаемся распечатать как одно число, да? А он на самом деле возвращает нам дабл комплекс. Мы должны печатать отдельно действительную часть, мнимую часть. Но каждая из них, видите, да? Она будет дабл. Дабл. Но давайте мы этого синуса только действительную часть распечатаем, чтобы мне не углинять серию. Возьмите. По формулам можно будет найти в справочниках, если захотите, как вычисляются комплексные числа и так далее. Вот, пожалуйста, я беру только действительную часть. Она будет дабл. Значит, моя функция. О, смотрите. Она 3 на 16 получилась. Ну, нормально. Вполне нормально. Это комплексные числа. Если мы сейчас продолжим, вот точно так же, как мы сверху писали, и вот эти две строчки скопируем, и скажем, а давайте-ка мы с вами что сделаем? Давайте мы найдем комплексный синус. Надо было копировать еще и сериал сюда. Я хочу найти синус от комплексного числа, но если это число float, то это будет csin float. Ну, сюда надо подставить какой-нибудь вариант с float. Ну, давайте, у меня нет комплексного числа с float. Я его не делал. Давайте попробуем написать такую константу. Допустим, 2 плюс 1i. Ну, будем считать, что она это преобразует к float. А ниже у меня идет тоже. Я хочу взять число комплексное, но комплексный синус от long double. Ну, тоже напишу сюда 2 плюс 1i. В конце концов, имею право. В скобочке здесь надо закрывающие подобавлять, подобавлять, и вот теперь оно, наверное, заработает. Единственное, что у меня не три будут одинаковых значений, потому что у меня c2 это одно значение, а здесь 2 плюс 1, 2 плюс 1. А может, c2 я тоже сделаю 2 плюс 1? А чего мелочиться? Будет одинаково. 2 плюс 1. Последний вариант не получился. Но там, по крайней мере, вы видите, для double комплекс, для float комплекс мы получили что-то получили. Почему рухнула последняя версия? Я боюсь, что здесь какие-то были проблемы с преобразованием. Надо было, наверное, создавать нормальное число. Long, double комплекс и так далее. Здесь, скорее всего, эти вот константы некорректны. Ну, если не полениться, не как-то добрый. Long, double комплекс. Комплексное число. 2 плюс 1i. И здесь у нас будет вот это число cc. Нет. Что-то у нас с этим числом не заладилось. Ну, ладно. Это надо будет посидеть, посмотреть, поразбираться, где здесь из-за чего происходит проблема. Что возвращает эта функция? Long, double, комплекс. Все правильно. Я беру действительную часть. Ну, вроде бы делаем все, как мы задумывали. Если эту строчку закомментировать, то все остальное работает чисто. Есть подозрение, что работает... Что, может быть, сам синус плохо работает? Попробуем его в отдельной строчке вызвать. Нет. Вызывается. А действительная часть его... Если мы добавим... Вычисление. Может быть... А, может быть, serial. Вот она в чем может быть проблема. Нет. Срабатывает. Что же нам не печатать? Serial. Нет, все правильно. Я не прав. Serial неправильная функция. Дело в том, что serial, она работает для double комплекс, а не long double. А вот здесь у нас происходит порча данных. И надо искать функцию, которая извлекает вот этот вот long double правильно, корректно, из комплексного числа. Так как мы вот это преобразование, извлечение действительной части делаем некорректно, соответственно, у нас падает и печать потом. Как это сделать правильно? Ну, вы понимаете. Надо просто посмотреть в библиотеке еще одну умную функцию. Но я хотел показать не одну еще умную функцию, а проблему. Вот она, перед вами проблема. Вы ее видите? А я подчеркну ее, мне несложно. Раз синус, два синус, три синус, четыре, пять, шесть. У нас получилось шесть разных имен функций вычислений синусов. И к чему это приведет? Это приведет к страшным проблемам, если мы будем писать программу. Представьте, у вас программа, которая использует очень серьезные тригонометрические вычисления. Она вся забита разными вот этими функциями, вызовами этих функций. И потом однажды вдруг вы говорите, ребята, ну простите, мы, конечно, понимаем, да, все. Но вот мы с самого начала выбрали тип данных double, и тут мы поняли, что не совсем корректный тип данных. Нам надо работать с long double. И вы берете, меняете типы ваших переменных, ваши, допустим, массивы, ваши данные, они становятся long double. А значит, вам придется дальше по всей программе сделать что? Все вызовы синуса, который был для double, это вот этот, поменять на синус, который вот этот. Это очень трудная работа. Потому что вы же не все переменные double сделаете long double. Какую-то часть, значит, надо бы программе будет отследить все вот эти места, и только там заменить синус на другой. А если, подруг, еще через полгода вы решите заняться комплексными числами, вам придется опять поменять тип данных, это одна строчка кода. У одной переменной изменился тип данных. Ну, хорошо, у двух. А потом нужно будет взять всю программу десятки тысяч строк кода, и везде, где переменная, правильно сделать вызов в тригонометрической функции. Вот это будет крайне трудно. Программы, получается, негибкие, неизменяемые. Вот именно, когда у нас появилось объектно-ориентированное программирование, это была задача, которая ставилась. Написать, такой язык создать, который бы позволял генерировать гибкий код. Очень гибкий код. И когда в C было два типа данных, float и double, и два варианта синуса, один и второй, мы говорили, не пользуйтесь float, пишите всегда double. У вас всегда будет один и тот же синус, у вас будет счастье. А сегодня у вас есть шесть вариантов для чисел с плавающей точкой. Мы не можем говорить, пользуйтесь только одним, потому что это неправильно. Вы будете пользоваться разными. А если придется менять, вы уже, я надеюсь, поняли, как выглядит неприятная эта проблема. Если бы я сказал, что это проблема, и все было бы неправильно. Дело в том, что в новом стандарте языка C11, они решили эту проблему. Они написали специальный синтаксис, который основан на припроцессоре. Те, кто знает язык C или будет изучать язык C, это целое занятие у нас, 4 экономических часа, мы посвящаем припроцессору. И они написали специальный синтаксис, это так называемый генерик макрофункции, параметризованная макрофункция. Но неважно. Суть в том, что припроцессору мы говорим, ты посмотри на тип переменной и вызови правильный синус, и вызови правильный косинус и так далее. И у вас во всей вашей программе будет только один вариант вызова всех функций. Неважно. Это возведение степи, тригонометрия и так далее. Вся математическая библиотека современная переписана была вот под этот стиль. Вы скажете, где она? А вот смотрите. Вот такая математическая библиотека, ее не надо подключать. Убираем. Лимитс. Это так для баловства я подключал. Комплексные числа не надо подключать. 21 век. Ничего этого не нужно писать. Вы должны подключить только одну правильную библиотеку. Которая называется... Да, она именно математическая библиотека, но она называется TG. TG расшифровывается как Type Generic. Вот они, параметризованные. А дальше идет то же самое Mass, что мы привыкли. Если посмотреть на эту библиотеку TG Mass, посмотрите, что она подключает. Она в самом начале подключает старую библиотеку. Она подключает комплексные числа. Там еще, может быть, что-то подключает. Но она, вот видите, такой странный код? Она реализует переключение. Вы пишете у себя вызов только один раз. Функции синус, косинус. Она сама смотрит, а какой у параметра Z-тип и вызывает одну из тех шести версий. Сама переключается. Это происходит не во время выполнения программы, что привело бы к потере производительности, а это происходит при компиляции, на уровне при процессе. Поэтому это мы можем закрыть. А здесь в нашей программе сказать. Отлично. У нас есть теперь новая возможность. TG Mass. Значит, я могу теперь везде, вот здесь, где у меня перемены разного типа, везде, где они разного типа, но я могу теперь не выдумывать ничего, а просто писать sin. И здесь писать просто sin. И здесь писать дальше просто sin. И здесь писать просто sin. И последний раз просто sin. К сожалению, здесь мы не сделали правильного получения действительной части, но все равно здесь тоже будет просто sin. Вот. Вот это уже интересно. Компилируем, запускаем. Программа, вот это одни и те же значения, но вот эти вот функции sin были все переключены на корректные версии. И это было сделано на этапе компиляции программы. Так что версия эффективная осталась, и это не пострадало. Поэтому, если сегодня писать на новом C код, то надо правильно пользоваться этими возможностями, не забывать про них, а то можем попасть в этот тупик, создать крайне неудобную для внесения изменений программу. Но если придется писать какую-то свою математическую библиотеку, почему бы не сделать так же, как сделано в библиотеке математической, Type Generic. Этот синтаксис, который они используют для переключения, доступен и нам, и мы можем им пользоваться, и в своих программах использовать. Ну вот, наверное, и все, что я хотел рассказать про возможности нового стандарта. Если у вас есть какие-то вопросы, ключевое здесь слово «если», здесь, конечно. Давайте. Ну, это первый вопрос такой, для их слива, это такого чайника, такого внутреннего. Поэтому я хочу спросить, вы сейчас рассказываете про EGC, а среда DEVC++. Как это? Смотрите, когда вы будете в DEVC++ создавать новый проект, New Project, здесь внутри этой среды есть переключатель C, C++. Она очень дружественная среда, она сразу говорит, ты выбери, что ты хочешь, и все, без проблем. Поэтому я нажму cancel, то есть понятно, да? Эта среда, она, по крайней мере, разделяет, и когда мы используем компилятор, здесь может быть подключен компилятор с опциями C, с опциями C++, то есть она позволяет в одной среде написать код C, C++, вы можете грамотно в любой момент выбрать, что вам нужно. Это вполне, вполне рабочий вариант. Вполне рабочий вариант. Комплексные числа, кроме геометрии, где еще много в наше время? Комплексные числа это какие-нибудь достаточно серьезные расчеты. Я, насколько знаю, в авиации используются комплексные числа очень плотно, особенно вот эти задачи, когда обдув крыла решается и так далее. Да, вот именно там. То есть это какая-то такая серьезная математика, где нужно взять какую-то поверхность, преобразовать за счет перехода какой-то другой, сделать более простую задачу, решить, потом обратно переходом вернуться и получить решение для более сложных. Используются, используются комплексные числа. Но это, конечно, не бизнес-задача. Это немножко другой мир, не бизнес-проекты какие-то такие, сайты, продажи, управление персоналом. Нет, это расчет. Это расчет. Мы, когда собираемся что-то считать, мы же на какие языки ориентируемся? Фортран, Си. Но они должны быть оснащены, чтобы мы могли делать любые расчеты. Вот все, авторы постарались. Без вариантов. Можем. Однозначно. Но вот в наше время вот есть просто у меня, допустим, старые, где идет какое-то описание Си и Си плюс-плюс. Вроде как вот что-то у них похожее, что-то отличное. Вот сейчас в наше время как это? Книжки? Я не думаю, ситуация какая, насколько они пересекаются. Автор Си плюс-плюс взял за основу из Икси. То есть это именно поэтому в книжках вы видите такую ситуацию. Он просто взял весь язык Си и его расширил, создал в нем объект ориентированной возможности. Поэтому, да, так оно и будет всегда. Это так исторически. Расширено. Да, да. Расширено. Надо узнать и то, и то. Это два разных языка, чтобы правильно поставить акцент. То есть Си лучше изучить отдельно, а потом лучше отдельно изучать Си плюс-плюс, имея при этом, ну скажем так, какой-то опыт программирования на Си, чтобы каша не образовалась в голове, какой-то сумбур. Так что это два разных языка. Но Си, как основа, вошел в Си плюс-плюс. Не весь целиком, не его стандарт. Там изменения были сделаны. Вот есть у нас язык программированный, который мы сегодня с утра вспоминали, Objective-Си, да. Вот туда вошел Си язык целиком, как стандарт. Весь, полностью, без изменений. Здесь автор сказал, ну давайте вот это поменяем, это улучшим, это изменим. Немножко, поэтому у них есть отличия. У меня в свое время, где-то сейчас валяясь, уже можно найти, конечно, но это не важно, в интернете можно все найти. Была статья, написанная профессионалами, которая давала отличия стандартов языка Си и двух Си плюс-плюсов стандарт. Вот прям по разделу. Вот здесь отличия, здесь различия. Статья страниц на 20. То есть, если кто серьезно программирует на этих языках, они, конечно, эта статья, ну не настольная книга, да, но один раз ее прочитать, чтобы не попадать просто буквально там есть такие ловушки очень неприятные. И взять код на Си и тут же из него сделать Си плюс-плюс, ээээ, надо быть аккуратным. Очень. То могут быть неприятности. Ну вот такие, такие. Вот у меня до сих пор давно купил книгу, наверное, один из первых выпусков Кернигана Витчина. Авторы Кернигана Витчина. Она не потеряла никаких проблем. Вот то, что мы сегодня разбирали, смотрели эти новые возможности, вы понимаете, что если эта книжка даже конца того века, там этого не будет. Но это достаточно открыть одну-две статьи, почитать в интернете по новым возможностям и все. И пожалуйста. И вы можете уже их использовать. А так нет, какие что вы, книжка от авторов. Это хорошая книжка. Это хорошая книжка. Все-таки как вы посоветуете, откуда лучше скачать вот эту середу? Дев? Прям набирайте в выпусковике любом. Девси плюс плюс пять точка одиннадцать. Сорс Фордж. Будет ссылка первая. С нее. Абсолютно официально. Все абсолютно. Мы везде здесь, у нас везде именно оттуда установлены. Если у вас вопросов нет, то в принципе то может быть мы еще будем долго. Спасибо. Поэтому смотрите. Вообще, вы знаете, а, вот, на самом деле, естественно, не все сразу схватывает, поскольку копчаник. Но все это интересно. То, что вы говорите, так вот все захватывает. А с точки зрения презентации нет, у вас ничего особо если я точку принес, нету, да? Ой, я даже не знаю, что значит с точки зрения презентации. то, что сейчас я рассказал, то, что я сейчас я рассказал, вообще-то было записано где-то, может быть, даже у нас на сайте. Если меня по фамилии найти, корабль Александр, может, там где-то на этом сайте где-то останется. Да, спасибо. Вот, поэтому, ну, с другой стороны, я думаю, если вы захотите, вы сейчас в интернете можно найти много чего интересного. А может, к нам придете как-нибудь, в гости. Ну, да, а я вот как-то в основном ориентируюсь на вот Бамовский. Я понял, да. Как Бамовский, как я могу. Я понимаю, да. Ну, и потом уже так все солидно, постраду. Хорошо. Ну, все, я тогда запись выключаю, наверное, да, чтобы нас больше не писать. Да, всем, кто вебинаре был, тоже спасибо. И на наших занятиях по СИ буду рад вас всех видеть. И на наших занятиях